всем доброе утро из куалумпура ехать мне примерно 22 минуты поэтому у нас с вами есть время я какая-то проснулась уставшая уже что-ли не могу понять без особой энергии вообще мне всю ночь снилось в Бали и мне снилось что я беременна но во снах по крайней мере как трактую я свои мне главное не что я вижу а как я к этому отношусь в этом у меня очень много ответов как я отношусь к происходящему во сне дает мне ответы на то что происходит в жизни если вы попробуете задуматься о том как вы относитесь к тому что вы видите тогда там и будут ответы из вашего подсознания потому что все что мы видим во сне это какие-то глубинные вещи из нашего подсознания да какие-то наши страхи наше желание наши опасения и так далее и тому подобное так вот я помню когда я у меня были первые отношения серьезные да в жизни в университете очень токсичные ну как серьезные что может быть серьезного на первом курсе тогда конечно все это казалось дико серьезным это были очень токсичные отношения очень сложные очень абьюзивные абьюзивные в плане ментального состояния абьюзивные физические конечно меня не били но я думаю могло могло бы и до этого дойти я там тоже конечно тихо не сидел так вот когда я рассталась мы расставались очень много раз я помню последний раз когда мы уже расстались я уже полтора года наверное мы не были вместе я вообще думать и думала про этого человека я помню мне снится сон как будто я беременна но я так во сне понимаю что я беременную такую большой живут во сне понимаю что это от вот моего бывшего молодого человека и не могу понять как оказалось что мы с ним вместе мы же типа расстались мне во сне так плохо не так плохо от того что я каким-то образом снова с ним типа сошлась и как будто я ничего сделать не могу потому что я же уже беременна и вот этот вот страх это такой подсознательный страх был снова вступить в эти отношения либо в такие же отношения утром проснулась как поняла кайман что у тебя происходит настоящему с кем ты общаешься что твой мозг испугался и может повторить он боится повторения сценария вот и сегодня что такое с личиком что такое с личиком good morning good morning сентмен с кем подругами будут трой тройс не понимаю что вы говорите кое-что не после сна мне ничего плохого не снилось просто мне снился мне снился новый месяц и новый вид деятельности но который я делала с человеком у которого сейчас финансовые проблемы я очень хотела ему помочь но так как я помогала ему во сне мне понравилось опять я ныряю опять я спасаю опять я все за кого-то решаю и этот проект который можно сделать его существующим проектом во сне мне пришел ответ как его сделать так чтобы модель была финансово успешно но я теперь проснулась думаю рассказывать ли об этом то есть вообще влияние на кого-то и спасание кого-то но ничего хорошим не заканчивается даже не в том плане что люди там когда благодарны и благодарны и не в этом делал вообще никого спасать не нужно потому что ты не даешь человеку проживать свои уроки берешь на себя роль бога и когда ты берешь на себя роль бога тебе прилетает по башке поэтому можно ли не скромный вопрос в вашей глубине люди не тонут в моменте и в это очень нравится хороший вопрос кстати что я раньше не могла понять поведение людей и принимал это все очень лично и меня не это не нравилось естественно но больше я не понимал но сейчас работая над собой работа над эго и убирая оценку происходящего в целом убирая оценку себя уже по-другому на эту ситуацию смотрю в моменте когда люди со мной прикасаются если это люди не из какого-то уже близкого окружения либо хотя бы второй круг то есть у нас есть несколько кругов да должно быть несколько кругов допуска людей то есть есть какой-то внешний круг и человек не может попасть из внешнего круга там на следующий если не прошло определенное количество времени определенное количество ситуаций которые показали вам что с человеком безопасно и так далее то подобное вы как будто даете ему своей голове допуск на следующий уровень все разочарования у нас происходит в основном от того что мы сами человека допускаем на уровень близкому к телу близкому к душе близкому к своей нервной какой-то системе да а он там не должен был быть и потом когда он ведет себя тем или иным образом который нам не нравится как не должен вести себя человек по нашему мнению в этом близкому кругу мы разочаровываемся обижаемся и так далее но вина здесь вообще не у человека это наша проблема что мы допустили раньше времени куда не надо не дав себе времени человеку узнать и не дав человеку времени проявиться таким образом которым он может проявиться не дав время показав показать кто он есть так вот когда люди соприкасаются со мной из супер внешнего круга то есть сейчас я вообще не веду какие-то small talks вот эти сервис левел разговоры ни о чем обо всем разговоры просто чтобы погонять воздух я их вообще не виду то есть если я разговариваю с человеком то я сразу иду в глубину я сразу иду на обсуждение каких-то глубоких тем но не то чтобы я там как-то специально сама это инициирую просто так случается мне не интересно тратить свою энергию тратить время на разговоры условно о погоде условно о том кто что сделал где кто был кто что ел кто что купил и так далее и тому подобное или пересказ какие-то истории мне не нравится это и человеку в моменте очень интересно очень интересно очень майндблоуин очень они таком шоке что вот вообще что ты кто ты это так необычно потому что если мы говорим разговоров такой обстановке еще тихой то есть нигде музыка играет и канале человек и на энергетическом уровне он сильно чувствует моё поле я сильно чувствую поле и мы тампаем какие-то очень глубокие темы которого че который человека на данный момент тревожит так случается само по себе человек получает какие-то очень много ответов очень много пищи для размышлений и в моменте любви они от меня без ума они без ума то что происходит они без ума от того как они себя чувствуют того что они чувствуют что могут рассказать не как будто бы всё как будто у них нет никаких стопов а это чаще всего люди в жизни успешные закрыты и маленьким кругом людей которых они допускает свою жизнь и которые вообще знают о таких вещах чаще всего никто не знает о таких вещах о которых они говорят об внутренних переживаниях и так далее, потому что они такие сильные, самодостаточные и так далее, и мало кому доверяют, в принципе. И потом они этого пугаются, потому что когда ты из этого выныриваешь обратно в реальную жизнь, в реальный уровень доступа, на который ты подпускаешь людей, в свою реальность возвращаешься, ты такой, типа, что это было? И им становится где-то стыдно, но у каждого свои, у каждого свои эмоции возникают, но чаще всего это либо стыд перед собой, что типа, блин, я слишком много рассказала и рассказала, сами пугаются они своей глубины, сами пугаются своих эмоций, которые они пережили, и чаще всего в 9 случаях из 10, и наше общение никуда дальше не продолжается. То есть человек настолько пугается не только моей глубины, я-то просто отражаю. Все люди на самом деле глубокие, если позволить себе эту глубину открыть, если позволить туда заглянуть, потому что в этой глубине не только бабочки, единорожки и, знаете, какая-то мудрость житейская и опыт, в этой глубине все наши самые тайны, которые мы сами не хотим смотреться, о которых мы стесняемся из нашего прошлого, но которые являются показателем наших теневых сторон. И в свои теневые стороны смотреть может быть очень приятно, если ты их не стыдишься, если эти теневые стороны могут быть интегрированы в твою жизнь, а чаще всего они не могут быть сразу интегрированы, потому что кто что подумает, кто что скажет, это мне по статусу не подходит, по гендеру не подходит, по уровню не подходит, в общем человек сам себя не принимает, не может принять в моменте, поэтому наше общение никуда не идет. И казалось бы, мы плакали, человек сидел и плакал передо мной, чаще всего все равно рядом люди плачут, когда вот такие идеологи случаются, но это плачут они как бы не в жалости к себе и не в горечи, что вот знаете, какое-то болезненное воспоминание, и ты из-за этого плачешь, нет, а плачешь от того, что тебя видят плачешь, плачешь от того, что тебя принимают, плачешь от того, что нет осуждения, плачешь как будто бы от облегчения, но потом со всем же этим работать надо. Вы знаете, это то же самое, что практики, психоделики и все остальное, люди думают, что, многие люди думают, что заглянуть в подсознание достаточно, чтобы в реальной жизни у тебя все изменилось. есть такой, знаете, сперичев игру. У многих проблема, что они видят себя, какие они есть, но по факту это какие они могут быть, какие они в потенциале, как у них все может быть. И самоценность свою они чувствуют там очень сильно, психоделики, различные погружения через гипноз, через холотропное дыхание. Они тебе показывают ощущениями тебя. И очень многие думают, что это ощущение, оно автоматически у тебя типа есть, если ты его увидел. Как говорится, твое «higher self», твое высшее «я», когда ты видишь. Но вся основная работа начинается после, потому что увидеть недостаточно. Увидев, ты просто понимаешь, что ты из себя на самом деле можешь представлять, если ты уберешь. Если ты уберешь все, что мешает тебе в тебе, ни в никакого другого. Что мешает тебе в тебе это проявлять. И почему люди прыгают из практик в практик? Не все, многие. То есть вроде только одну практику сделают, там следующий месяц другая практика, следующий месяц другая практика. Потом они какой-то чай пьют, потом они на я-васку едут, потом они грибы едят, потом они к различным ченнелингам. В общем, одно за другим, за другим. Потому что вот это вот ощущение хочется чувствовать постоянно. Ну, как бы, типа, ответы находить для себя хочется постоянно. Но зачем тебе эти ответы, если ты ими не пользуешься, если ты их не интегрируешь? Поэтому очень важен период интеграции. И вот в общении со мной у людей то же самое. Человек, который, оно в любом случае влияет, общение не только со мной, со всеми людьми. Каждый человек в нашей жизни, который встречается, он учитель. И если на это так смотреть, то через каждого можно получать ответы о себе. Потому что каждый человек нам зеркалит то, что происходит и фонит в нас сейчас. То, что требует нашего внимания. И вот если после контакта с людьми заглядывать в себя, ты получаешь там ответы. И те люди, которые как-то это интегрируют осознанно или бессознательно, чаще всего все возвращаются. Все возвращаются, все... Потому что это чувство, когда ты принят. Это чувство, когда тебя не осуждают. Это чувство, когда тебя слушают и слышат. Это чувство, когда человек по правде слышит тебя, а не так просто с тобой говорит и думает о себе. Оно очень приятное. Оно очень приятное. И ты там чувствуешь такую валидацию. Ты через глаза другого человека видишь себя. И видишь себя таким, каким ты есть. И даже те вещи, которые тебе самому не приглядны, они так больше не пугают тебя. И ты их так больше не стесняешься, ты их так больше не стыдишься. Потому что ты нашел подтверждение в другом человеке, что все с тобой окей. Поэтому пугаются моей глубины, потому что это их глубина, и они к ней не готовы. Пока что не готовы. Это вообще не обо мне, и я-то с людьми чаще говорю о них, знаешь, когда говорю о себе. Так, теперь читаю. Вот он носит меньше левопухшие, да, я что-то отекшая. Вчера перелет был, поздно легла. Поэтому, да, чуть-чуть отекшая. Люди, что с вами? Почему комментируете внешность человека? Это тупо. Потому что им больше нечего комментировать, понимаете? Я проектор. Это момент, когда комментаторы живут своей жизнью. Это точно, да. Таксист не понимает, на каком языке я говорю, потому что я нахожусь в полном поле. Как говорится, работа начинается после выхода из психолога. Вот точно. Блогерская жизнь, крышу не сносит. Блогерская жизнь, крышу не сносит. Всех, кто понимает, о чем я, кто не понимает. Тоже благодарю вы отражение нашего общества. И порой очень полезно заглядывать в общество, чтобы понимать картину происходящую. Поэтому... Офигеть, я же тебя в себе записала. Что записали, рассказывать? Что отрезонировало так сильно? У проекторов нет своей энергии. Откуда вы в таком количестве черпаете, что еще и раздавать умудряетесь? От общения с людьми проекторы заряжаются от людей. Благодарна за то, что озвучите то, что в моей глубине. Спасибо. Офигается глубины, потому что это и глубина. Они к этому не готовы. Это да. Это да. Кто-то не готов, кто-то может не поверить, что он какой-то такой глубокий. Потому что мы же в основном себя недооцениваем. То есть даже когда люди с очень завышенной, казалось бы самооценкой, что вот они такие «я да я» и кажется, как будто они в себе такие уверенные. на самом деле мы себя не видим, а единственное, что мы хотим, это быть увиденными, быть любимыми. чтобы нас видели, видели нас не то, что мы можем дать, не то, что мы из себя представляем, а нас. И когда нас видят, это одно из самых приятных ощущений. я его испытала, испытываю чаще-чаще, особенно на Бали. Потому что встречаю очень много людей, которые вообще в жизни ничего спиритуального там, в них как будто бы нет, они живут обычной жизнью, занимаются обычной работой. но они на самом деле очень много понимают, потому что очень много боли пережили. Моя сейчас задача какая? Вот то, что я чувствую в себе, какое-то мое, не то что даже предназначение, а цель, наверное, сейчас, это показать как можно большему количеству людей, которому я могу, что не обязательно пройти через кучу болей, чтобы осознаться. Потому что то, что я заметила на своем опыте, то, что я заметила на опыте других людей, это когда ты испытываешь так много боли и так много раз. То есть мы не меряемся здесь, кому было больнее. Наша психика воспринимает по-разному различные ситуации. Для кого-то косой взгляд это уже очень сильно больно, а для кого-то смерть пережить в принципе норм. так вот, когда ты переживаешь очень много видов боли и много раз, и когда это повторяется с различными сценариями, несмотря на то, что ты все делаешь правильно, по твоему мнению, на то, что ты стараешься, несмотря на то, что ты так сильно стараешься, а все равно случается, у тебя такое приходит разочарование. И ты понимаешь в какой-то момент, что все, что ты знал, блин, оно не работает, что что-то ты не так знал, что что-то ты не так делал. Но вот это вот осознание, оно приходит, когда ты очень много говна съешь. и поймешь, что, видимо, ты что-то делаешь не так. Ты думаешь не так. Ты знаешь что-то не так. И ты начинаешь искать, ты начинаешь искать ответы, ты начинаешь стараться не делать, а понимать. Ты начинаешь, ты идешь в терапию, ты, ну, каждый в своем ответ находишь. Кто-то в религии. Даже посмотрите, вот из последних, сейчас очень большая волна людей, кто в религию идет. И это люди, у которых вроде все было хорошо, но которые переживали очень много вещей на глубоком уровне. Это люди, которые не поверхностные. И чаще всего не поверхностным ты можешь стать, когда ты испытал боль. Вот люди, которые тупые, им очень хорошо живется, вы заметьте. Вот тупым людям, им вообще, им для счастья много не надо. Им, не знаю, пожрал, поспал, счастлив. Пожрал, поспал, посрал, все, им больше ничего не надо. Совокупился. И они счастливы. Им достаточно. Им достаточно. Они глубоко вообще не думают, глубоко не копают. Они думают, зачем они здесь, для чего они здесь, почему так происходит. Им этого не нужно. И, ну, дай Бог, чтобы у них всю жизнь так было хорошо, и им вообще ничего не надо, не было. Но моя цель вот показать людям, которые способны размышлять, которые родились, родились уже с этим умением, они не просили этого умения, но они родились с умением размышлять. Моя цель вот, чтобы таким людям, которые могут размышлять, чтобы им дать возможность осознаться без проживания кучи боли, без нужды проходить через повторение ситуации. Потому что такие люди, они могут слышать. Им просто нужно увидеть информацию, так же, как и мне. Сейчас я не хочу уже на своем опыте. Естественно, я не могу это контролировать. Мы не можем контролировать, что с нами в жизни происходит. Мы можем контролировать свою реакцию на происходящее. И потом допускать или не допускать повторение этой ситуации от тех же людей. Все же, на что мы можем влиять. Я, если своими эфирами, своими постами помогаю кому-то разбираться с тем, что происходит у них, я рада. И мы уже здесь, потому что у нас боли, у нас это отзывается. Да, я приехала в торговый центр, в павильон. Кто в Малайзии учился, жил, показываю вам. Прогрев курса. Какого курса? Инспо ACC 123. Вы мне хоть одну тенге заплатили? Так переживаете, что я ваши деньги заберу. Вы мне хоть один доллар заплатили? Вы хоть понимаете, о чем я говорю? У вас хоть деньги есть? Вы знаете, больше всего переживают те, больше всего переживают за то, что кто-то там их разведет, кто-то хочет забрать их деньги. Те, у кого денег нет. Вот те люди, у кого деньги есть, они за это не переживают. Это вот тот же самый мужчин, которые так боятся, так боятся, что женщины все меркантильные, все хотят их использовать. С них чаще всего-то нечего и взять. Как говорится, захочешь взять – нечего. Поэтому вот люди, которые говорят, да, вы сейчас вот все наши деньги заберете, а потом будете там на бале жить. Какие деньги? Что с вас взять? Что с вас взять? Если с вас было что взять, вы бы не переживали. Потому что вы знали бы, как эти деньги зарабатываются. Вы бы знали, как их тратить. И тогда вы бы не боялись, что у вас кто-то что-то заберет. Потому что, ну даже посмотрите, да, какое мышление. Вот одним предложением я могу разобрать мышление человека. То есть вот, сейчас прогреете нас, потом курс продадите и будете жить на бале. То есть вы себя считаете настолько недалеким человеком, что вас можно прогреть, развести и забрать ваши деньги. То есть вы себя сами настолько оцениваете свой интеллект, свою способность трезво мыслить, свое критическое мышление, что вы думаете, что вас можно очень-очень легко развести и у вас все забрать. Интересно. Очень интересно. Я помню, когда, сейчас последнее расскажу, в Казахстане мы дружили семьями. И один раз я пригласила супругу из наших друзей пойти гулять с нами. А нас больше, ну у нас девчонки. С девчонками постоянно выходят. С боты со всеми, со всеми. И я думаю, приглашу ее тоже, потому что она мне понравилась. И я думаю, ну можно ее в нашу компанию тоже пригласить. А там как, сойдемся, сойдемся, не сойдемся, не сойдемся. Я пригласила ее. И ее супруг говорит, как там было. В общем, я не помню, каким образом я узнала, что он ей говорит, типа, пойти гулять можно. Но потом, когда он узнал, что она будет пойти гулять со мной, он сказал, что, типа, не, не, Сайман, типа, ну, нельзя. Ну, не надо, короче. Потом я эту тему, естественно, подняла. Я подняла эту тему и говорю, слушай, а можно вот у тебя узнать, почему Сайман гулять нельзя? Он мне говорит, ну вот сейчас вот она увидит, какая ты свободная какая. Хотя он мною искренне восхищался, я у него записана была как ментор ВКонтакте. Мужчина мною искренне восхищался, он хотел проводить со мной время. Мы всегда семьями гуляли прямо очень часто. И он говорит, сейчас вот она увидит, какая ты свободная, то-сё, и потом вот, короче, станет такой же. Я говорю, минуточку, вот тут я тебя остановлю. То есть ты думаешь, что у тебя супруга такая ведомая, такая, у неё нет своей головы на плечах, что она настолько не соображает, что она сейчас у кого-то что-то увидит и пойдёт делать так же? То есть вы понимаете, да, это вообще не про меня. Естественно, он на это не нашёл, за что ответить, потому что это правда. Потому что я говорю, ты, ты, ты вообще, ты такого мнения о своей супруге? Это во-первых. Во-вторых, ты настолько не уверен в себе? Окей. Не надо, чтобы твоя супруга со мной гуляла. Не надо. Так. Так и здесь. Человек недооценивает себя. Понимаете? Ах. Сегодня у меня, видимо, много новеньких. Очень много у меня новеньких. Это не про супругу, естественно, это всё про него. При том, что человек достаточно умный. И вот такие вещи, когда человек, вот даже сейчас там, курс разведёте, заберёте. Боже мой, я тебе... О, моё любимое мороженое. Я желаю тебе полюбить себя и прокачивать себя настолько, чтобы тобой никто не мог манипулировать. А то, видимо, так много людей манипулируют, что веры в себя никакой нет. Вот у комментатора нашего. Так, что я хочу? Я хочу взять кофе. Я хочу где-нибудь позавтракать или пообедать и походить. Боже, я в фавильон пришла, как будто я вернулась в день часа. У вас можно случайно встретить Киел? Ну, случайно можно, конечно. Я сейчас в павильоне. Я думаю, можно всё. Так, Диночка с Низерушкой тоже прилетели, поэтому я пошла. Сегодня много токсиков на казахском. Ну, я не думаю, что дело в языке. Я думаю, просто эфир попал в популярное, наверное. К нам зашли много людей. Добро пожаловать, добро пожаловать. Меня зовут Айман. Я сейчас нахожусь в Куалумпуре. В торговом центре павильон. Нет, я здесь не живу, я сейчас живу на Бали. Ну, всё, я пошла. Буду снимать вам stories. Пока.